Добрый вечер! Знаю, что вы кошек не любите, но все равно представлю вам ее Шелест зовут, и мы кому-нибудь предложим... Я сразу хочу вас поставить на место. Ее или меня? Ну, в целом. Почему не приглашали меня на канал? Первый раз пригласили. Боимся. Боимся приглашать. Боимся. Потому что... Канал московский. Вот у вас на напиток хорошо, что у вас там что-то не апельсиновый сок. 50 лет я живу в Москве. И вот вы меня первый раз. Второе. Кошку. Зачем вы ее держите на руках? Такой формат. Мы ж журналисты, люди злые. Хоть что-то доброе мы должны делать. О своем здоровье хотите позаботиться? Очень терапевтичное животное. Не надо. Очень помогает. Каждое животное носитель огромного количества вирусных заболеваний. Вы прям как смехов. Профессионально говорю. Поскольку жена моя всю жизнь занимается вирусами. И это знаю. Из-за имени Ивановского. Второе. Третье уже. При входе курят у вас. Мы запретили курение во всех общественных местах. В офисах на работе. Так ведь при входе у нас в офисе-то не курят? Ну, они не должны курить. Это учреждение. Мы журналисты, мы обязаны курить. Пусть уходят в другое место, там курят. Не, ну как так? Сейчас не курить, а потом вы скажете еще и не пить? Да. И не пить. И животных не держать руками. Ох, как... Как хорошо, что вас президентом-то не выбрали, чтобы у нас было бы стране. Как бы порядок. Была бы счастливая страна. Пять раз избирали других, а потом стонете. Дорого, нету, бандиты, мигранты, плохо. Я предлагал вам. Смотрите. Пять раз предлагал. Свою кандидатуру, свою программу. Отвергли, сами себе хуже сделали. Ну и теперь я понимаю, что правильно сделали, что отвергли. Нет. Потому что не пить, не курить, потом не есть. Нет. Еще вот скисок не не заводить. Зачем вам эти животные? Дома собака у вас, да? Здесь кошка, дома собака. Дома собака, да. Кошку мы кому-нибудь пристроим из зрителей. Категорически. Скажем, Жириновским общалась. Жириновский сказал, что нельзя. На руки не брать. В одной программе, совсем уже с ума сошли. Показывают реклама. Леденец, значит, ребенок сует собаки в рот, а потом себе. Что, с ума сошли? Вы что показываете? Дети подумают, что так надо делать? Так иммунитет. Какой иммунитет? Не политический иммунитет, ясно, что биологический. Иммунитет вам прошелся по всей стране? Угу. Вот. А сейчас ТИФ на Дальнем Востоке начнется. Угу. Поэтому нужно, конечно, соблюдать меры гигиены. Кошку выгоньте ее вообще. Нет. Пусть до конца. Пусть она ваша, вы любите ради бога. Свобода. Она не наша, но будет чья-нибудь. Вы имеете право держать кошку. Да. Я имею право требовать вас контролировать ваше здоровье. Если у вас возникнет вирусное заболевание, перечествие от этой кошки, я имею право требовать вам по бюллетеню не оплачивать. Вы сами себя заразили. Почему за мой счет вас будут лечить? Вы, мне кажется, пытаетесь уйти от каких-то серьезных разговоров. Все про кошку. Вот смотри, сейчас 20 августа. Да. Годовщина кульминации Пуча. Ну, того, что Пучем называют. Вы ведь в 91-м году поддержали ГКЧП. Единственное. Нет, ну, как что значит, единственное. Александр Глебович Невзоров поддержал еще. Он одиночка. Кто он такой? Кто он такой? И кем он сейчас занимается? Лошадьми. Кто он такой? Вот лошадьми, кстати, занимается. Я говорю о политических силах. Вот наша партия, ей было уже 3 года. Мы единственные в городе Москве. Ровно в 9.00 в ТАСС мы передали заявление Высшего Совета ЛДПР. И сегодня мне в подарок принесли копии этих заявлений. Как приятно читать. Значит, мы поддержали. Поддержали программу ГКЧП. Программа была великолепная. Остановить вал преступности. Национальный сепаратизм. Рост цен. Развал экономики. Развал армии. И обещали раздать землю, наконец. Успокоить всех. Стабилизировать цены. Кто против программы такой? Членов ГКЧП я не поддерживал. А программу я поддержал. Они пытались спасти империю. Хорошо. Допустим, получилось бы. Вы поддержали бы их. Да. И получилось бы. И получилось бы. На чем Вы сейчас ездили? Сейчас Вы на Майбусе на какой-нибудь ездите. Арестован Мурси. А у нас должен быть арестован Горбачев. То есть проиграли. Эти подкаблучники-генералы. Трусливые. Слабые. Вот они. Язов. Последний жив еще. Грачев в могиле. Гручков в могиле. Очалов в могиле. Лебедь в могиле. Язов остался. Последний. Вот они пятеро струсили. Подкаблучники. Думали о своих женах, детях. И огромная страна. Вы представляете? Мы были вторые в мире. По отдельным показателям первый. Весь мир дрожал. Слово СССР все это под козырек. Вся планета. А сейчас что мы имеем? Огрызок гнилой. Ничего себе огрызок. И мне близко не нужен ни Майбах, ни Тойота, никакие иностранные машины. У меня был Запорожец. Волга была у меня. Москвич. И достаточно мне. Но сейчас-то, наверное, в вашей партии вообще никто не ездит на отечественных машинах. У нас служебные машины, БМВ, Калининградская сборка. Все. Иностранных машин у меня нет. У меня есть Тигр. Мощный джип, который выпускает Нижегородский завод. И я обновил ГАЗ-21. Начинка хорошие новые двигатели. А корпус Волга. Об этом ГАЗ-21 было абсолютно правильно. Ошибка. Немедленно арестовать Горбачева. Перевести его в Лефортово. После подавления сопротивления Пуччу. Трибунал. Военно-полевой суд. И к смертной казни приговорить. Привезти в исполнение. Забыть его. Ельцин должен быть арестован утром 19 августа. Он возвращался с Казахстана. Прямо в аэропорту. Шереметьево. Команда Хазбулата. Все не готовы. Они сидели, ждали ареста. Всех арестовать. Гамсахурдия прибежал, положил ключи на стол командующему за Кавказским военным округом. Все бы легли бы и сохранили бы страну. Преобразовать ее вместо СССР Россия. Убрать республики. Убрать лишнее звено чиновников. Раздать землю. И накормить страну. В первую очередь. Насчет расстрелять я понял. Скажите, а вы поддерживаете вообще возвращение смертной казни в российской законодательстве? Нет. Не поддерживаете? Ее нету и никогда не будет. И не надо морочить голову. Почему никогда не будет? Потому что мы вступили в европейские институты при условии, что у нас будет запрещена смертная казнь. И она не нужна. Если нам нужно кого-то уничтожить при попытке к бегству. Он даже до суда не дает. Вот в Дагестане. Обложили дом, где скрываются боевики. Отказываются сдаться. Уничтожается дом вместе с боевиками. Зачем суд? С террористами бороться только тем же оружием. Горбачева там расстрелять. Горбачева, да. У вас же список-то заготовлен большой. За трибунал и за измену родины, за развал страны за пять лет, за предательство всех наших интересов, за сумгаид в феврале 88-го года, за Карабах, за Убилиси. Давайте все-таки в наше время. В наше время, пожалуйста. Кого сегодня расстрелять? Сегодня КПСС нету. Расстреливать не надо. Просто в тех условиях, оставляя Горбачева живым, мы дали возможность развернуться против ГКЧП. Если бы он был бы уже уничтожен, то все бы и арестован Ельцин. Все. Проблемы не было. И вечером 19 августа было объявлено, что вводится в Москве чрезвычайное положение командующих московских. Дед, я все помню. Вот вы все время туда. Давайте все-таки в наше время. Сегодня, да. Что сегодня? Вас все время тянет на репрессии. Хорошо. Я читаю, что Сноудена надо посадить пожизненно, вы пишете. Зачем он нужен? Предатель. Перебежь и предатель. Кого он предал? Свои спецслужбы, где он работал. Он заключил контракт. Работаешь, не нравится фирма, уйди. Пошел вон. Если ты работаешь в фирме, крадешь секреты, продаешь, и ты хочешь, чтобы тебя на руках носили, ты предатель Сноуден. Как это вот сегодня, этот как его, второй-то недоумок. Из Викиликс, который. Вот, Мангнэйн, как его. Не помню. Почти как Менингин. Какое-то название, дурацкое имя его. Василий, как его зовут? Вот, который 90 лет ему обещают дать. Менинг. Менинг. То есть, он же, дают ему 60 лет сейчас, а Сноудену тоже 60 лет. То есть, со всеми предателями обязательно. Размазни не должно быть. Он предал интересы США. Я США ненавижу, но я схожу из того, что это предатель для США. А США-то вы за что ненавидите? Там есть местная казнь, кстати. За то, что они ведут борьбу только против нас. Вся арабская весна революции против нас. Ой, я запутался. Против нас. США ведет борьбу против нас, Сноуден против Америки, значит, он тогда с нами. Что за дурацкая логика? Он нарушил, он нарушил, он предатель. У всех предателей, где бы они ни были, в Грузии, в Америке, у нас должны наказывать жестоко. Вот политические партии. Я из одного предателя посадил в тюрьму в Удмуртии. Сейчас посадил в Ростове и в Новосибирске. А за что посадили? За предательство, за схищение партийных средств. ЛДП? Да. Вот, сотни тысяч и миллионы. Только в тюрьму. Ты не хочешь быть в партии? Пошел вон. Ты воруешь, ты сядешь в тюрьму. Поэтому сегодня надо наводить порядок. Например, все время говорят, миграция, миграция. Слушайте, давайте прекратим приезд в нашу страну всех иностранных рабочих. Все. И смотрим. Оставшиеся хватит нам для работы? Мы видим, что они лишние. Давайте отправлять их. За их счет. Никакой копейки из бюджета. А как еще? У них нет ничего. Они говорят... Работать. Вот для этого мы легализуем их. Например, вьетнамцев. Вот сейчас встали фабрика. 120 человек. Значит, работать будет принудительный труд? Какой принудительный труд? Ну, если они не захотят работать. Фабрика уже их действует. Так. Мы находим головку. Кто их организовал? Так. В тюрьму. И говорим, ребята, работайте. Так, чтобы вам хватило денег уехать. И еще зарплату платим. Подлецы, которые их наняли на работу, им зарплату практически не платили. Отобрали документы. Мы им документы возвращаем. Зарплату платим. И говорим, зарабатывайте на проезд до Ханоя. И до свидания. Или, еще лучше, оставим здесь. Вьетнамцы нам безвредны. Нам нужен шерпотреб? Вот костюмы, рубашки, трусы, кинуски. А у вас вьетнамское все это? А? У вас вьетнамское все это? Нет, сударь. Владимирская область. Меня не поймаете. Ха-ха-ха. Хожу только в русском. Так. Часов какие-нибудь там сейка-мейка. Никогда нет. Ну, мы сняли, наверное, перед заходом в службу. Машина, БМВ, Калининградская... Это я запомнил, да. Значит, легализовать вьетнамцев, они самые безобидные. Гнать нужно китайцев. Они настраивают помидоры, огурцы. Это страшные удобрения. Это очень вредная продукция, сикорспродукция от китайцев. Шерпотребах вредные. Вот вместо китайского шерпотреба, по всей стране фабрики, русские бригадиры, директор фабрики, бухгалтер. А вот они, как муравьи, работают день и ночь вьетнамцах. Знаете, мне беседовать пришлось с вашим бывшим соратником, Митрофановым. Да. Помните такого? И мы тоже на эту тему говорили. Он говорит, что все настолько коррумпировано у нас, что невозможно уже поздно. Уже мы прошли этот рубикон, когда можно было бы выслать... Забуждение. Интеллигент. Всякая интеллигенция... Кто, Митрофанов, интеллигент? Вся интеллигенция, она всегда в состоянии отчаяния. Она всегда паника. Сразу паника. Все уже... Что прошли мы? Что прошли? Мы, вот Клодорковский в тюрьме, вот так же посадить Прохорова. И всю нашу... А Прохорова-то за что? За то, что в списке Форбс. Вот за это. Не имей таких денег, чтобы тебя включали в список Форбс. То есть мы берем список Форбс и прямо по этому списку... Сажаем, да. Обоснует наличие денег твоих. Наличий комбинат вы обманули. Залоговые опционы были антизаконные. Сами... Клодорковский сам признался. Да. В законодательстве были пробелы, и мы ими воспользовались. Вот воспользовался за это в тюрьму. Пробелы есть и сегодня. В любом законодательстве любой страны мира. Но раз ты воспользовался, ты мошенник. Поэтому статья о мошенничестве ко всем к ним применима. И мы единственная партия не поддержали амнистию последнюю. Там, где была статья о мошенничестве. Хорошо. Значит, с бизнесменами я понял. Миграцию закрываем, страну закрываем. Объявляем всем. Таджикистан, Киргизия, всем-всем-всем. Россия больше не примет ни одного иностранного рабочего. Понял. Все понятно. Пожалуйста, специалисты, художники, артисты, спортсмены. Но разнорабочие на стройку, на дороге нам не нужны. Хорошо. Находящиеся на территории России я прошу покинуть в течение двух месяцев. Все уехали. Хорошо. В списке Жириновского какие-нибудь политики есть, которые тоже под статью? Которых тоже посадили. Ну, Болотная, Парнас, Немцов. Представляю, их всего 20 человек. 12 человек. Немцов, Косянов, Рыжков, Навальный, Гудков, Оба, Яшин, Собчак, Лимонов, Удальцов. 10 человек всего баламутят всю страну. 10 мерзавцев, негодяев и преступников. Так, а на каком основании-то вот их-то... За антироссийскую деятельность. Статья 282. За разжигание антироссийских настроений на территории российского государства. Прошу покинуть территорию России в 24 часа. Или вы сядете все в Лефортово. И срок наказания пожизненный. А вам из этих 10 с кем-нибудь приходилось вот очень общаться? Со всеми общался. И вы прямо вот так вот и говорите им, что... Прямо и так говорю. Прямо тюрьма по тебе плачет. То есть, они все в списке кандидатов в президенты России. Все. Кто все? Я в Собчак, Семя Анатольевна? Да нет, Собчак это так как бы. С Богу припек. Но основная вот категория. Касьянов слабенький. Рыжков уже отпал. Немцов отпал. Удальцов слишком радикал. Лимонов радикал. То есть, они всех их прогнали. И список забраковали. Сегодня список пустой. Они поняли, что никогда, как Ющенко Саакашвили, нам на престол никого не посадят. Как это обломилось Наполеону и Гитлеру. Россия закрывает свои ворота. К нам никто не придет. И никого не допустим в Кремль, чтобы ехал. Вот и все. Но сегодня они имеют возможность уехать. Уезжайте, ребята. У них паспорта есть, имущество там. Значит, работа уже там есть. Все у них там есть. У кого? У всех вот из этого списка? Вот эти 10 чудаков этих. Ведь откуда приехал к нам Лимонов? Из Парижа. Там он сидел. Лимонову вызвали к себе в теневой кабинет. Правильно? В 93-м году. Ровно 20 лет назад. Он захотел стать лидером партии. Пассажировался у нас. Полгода. Отвалил и создал эти дурацкие организации. НБП и прочая другая, Россия и так далее. Вот. С Немцом приходилось общаться, как с депутатом. Я помню, это вот стакан сока апельсинового, все помнят. И Рыжков депутат тоже был. Касьянов, например, министр, приходилось общаться. Ну вот, значит, Удальцов тоже где-то пересекались. О, Прохоров еще. Вот 11-й. 11-й Прохоров в эту команду был. А Навальный? Я уже включил его. Нет, вы вот сейчас... Да, Навальный так напрямую не было никогда. Но мошенник. Подлец последний. Вы просто видите... Ни одного трудового дня. Нигде никогда не работал негодяй. Как Ленин. Как Армакс. Бездельники. Революционеры живут, высасывают деньги у народа. Но эти деньги навровские живут. Никогда нигде не работал. Только ООО. Общество с ограниченной уголовной ответственностью. Вот он Киров Лестом. СПС пропаганда. Почта России. А сейчас вся компания на иностранные деньги. Если там русские, давай списывайся. Кто русские дали деньги Навальному? Кто? Я смотрю, вон машины ездят, написано за Навального. Ну и что? Я наклею за Дегтярева. Они... Я наклею за Дегтярева. Ну Дегтярев-то он ваш. Ясное дело. Ну и что? Я говорю, что во время выборов вы можете вывешивать все, что хотите. Я говорю о том, что Дегтярев чистейший человек. Ничего нету. А Навальный грязь на каждом его метре. Я говорю, что негде клейма ставить, так сказать. Прожженный. Завербован в Ельском университете в 10-м году. Как и Немцов. Всю агентура Запада. Касьянов, Рыжков. Рыжков я сам был на натовских мероприятиях. Приезжает глава американской делегации. Меня узнал. Поговорили. Говорят, где Володя? Он у них на коротке. Володя где? Он еще не успел приехать. Все время обрабатывали его на натовских семинарах. Это было лет 10 назад еще. Ты при Макове. То есть, все агентура. Я был в Париже еще лет 20 назад. Мне говорят, вот здесь на втором этаже мы тренировали Гайдара. Пожалуйста. Явлинский, Кёнигс Винтер, около Бона. Фонд Фридриха Наума. Там они тренировали Явлинского. И приняли в либеральный... Тренировали в каком смысле? На что? Учили. Как делать, как проводить выборы. Как захватывать власть. То есть, за деньги. Бесплатные семинары, проезд, питание, командировочные. Ну, как у нас была Академия общественных наук. Председателя КПСС. Коммунисты все некрофилы. А еще можно некрофилы. Некрофилы все коммунисты. Суданов, Ленин, все это некрофилы. А вы демократы, зоофилы. Ой, я вот никогда не был демократом. Я даже в вашу комсомол не вступал. Я-то как раз всегда был честным. Я вообще вот политику не очень. Раз честный, медаль дадим. Хорошо. Ловлю вас на слове. Вы знаете, что пресс-секретарь президента России член ЛДПР? Нет. А вот? Чего же вы не знаете ничего? Не подготовился. А вы знаете, что вся администрация президента голосовала за ЛДПР 20 лет назад. На первых выборах в Госдуму. А чего же сейчас не голосуют? Потому что у них свои теперь есть. Вторая не было. Теперь все свои. Ну, Песков почему вступил? Потому что, когда партия победила, все решили, что это правящая партия. Так. Привыкли, как на Западе. А она не правящая? Как привыкли, как на Западе. Партия одержала победу, ну, теперь это правящая партия. У нас были хитрые выборы. Смешанная система. Дурацкая система. Не должно быть смешанной. Но по смешанной системе у нас, несмотря на победу, было всего 64 депутата. Это мало. Поэтому ПКЧП полностью поддерживаю сегодня. И сегодня со мной 80% населения Российской Федерации. Сейчас-то да. Задним умом-то да. Вот так или... Цените тех, у кого сразу ум срабатывает. Мы единственные поддержали. Все были за Ельцина. Все противоговорили. Мы единственные. Я вышел на Манежную площадь. Один. Там стояло 2000 демократов. А вот мы с вами до эфира говорили, как раз вот насчет ГКЧП и развала СССР, про Латвию. Что, вот я вам информацию сказал, якобы вы хотите купить деревню, эко-деревню в Латвии, назвать своим именем. Там написано, что у вас шенгены нет. Вы говорите, у вас шенген есть. Это пишут... Я до мира могу поехать в любой момент. Хорошо. Особенно американцы никогда не отказывают. Но я не хочу. В Латвии там могут они дурачиться. Я там много раз делал заявление. Если кто-то купил для меня деревню, моим именем назовет, пускай. Моей ноги там не будет. Я на дачу полчаса не могу доехать. Нету времени. Вот сейчас я от вас приеду домой, уже будет полдевятого. Какая дача? Я не знаю. Зато в другом канале. У меня никакой нет. Поэтому даже к себе на дачу, я... А какая Латвия? О чем вы говорите? В Сочи я с трудом поеду. Россия. Это вот информация появилась. Как вы считаете? Это ваши враги распространяют? Или просто журналисты некомпетентные? Любят меня по всему миру. Любят, поэтому пишут, что у вас шенгены нету. Пусть по всему миру только меня любят. Вас ненавидят. Вместе с вашими Жугановыми, Навальными и прочими демократами. Ваши Гайдары, Чубайсы и прочее, прочее, прочее. Ну, у Гайдара, кстати, Гайдара в живых-то уже нету. Ну и что? Слава Богу, ведь ему совесть есть. Понимаете, у человека была совесть, и он умер, ему было 56 лет. Ельцин умер, совесть есть. У русских людей есть такое чувство совести. Они поняли, что натворили. Наглец, хам, Чубайс. Вот это вот только арестовывают. Прямо в кабинете, в наручнике. Бурбулист, понимаете. А Бурбулист, он жив? Жив еще, жив, к сожалению. Вот, то есть, это остатки Ельцинской колоды. Илюшин жив, его помощник. Батурин. Это они нам устроили на Кавказе всю эту, так сказать, вот катавасию, когда столько погибло наших солдат. То есть нужен, вот почему, вот я, как бы, пользуюсь вашим каналом, в основном, это Москва, московская интеллигенция во всем виновата. Понимаете? Вы хотите Ельцина. Сейчас вы хотите Навального. Вы не понимаете, что никогда они ничего не сделают. Они преступники. И Ельцин, и Навальный. Да Ельцина нет уже. Вы что же сказали? Ну, он умер от того, что он напортачил. Но его к власти привела Москва. Провинция его ненавидела. И московские женщины с кошечками и с собаками его привели к власти. Но их мужа нету. Не с кем позабавиться. А кошки все-таки это животные. От этой зоофилии устают. И вот Ельци, Ельци, Ельци. Вот его избрали. Дурака избрали. Человек ничего не соображает вообще. Вы сейчас на кошечку наезжаете. Вы от себя отталкиваете женский электорат. Ваша кошечка. Да вот вы все выиските. Электорат завоевает. Все обманывает. Профессия такая. Ненавижу. И кошек, и вас. Хорошо. Держите кошек в другом месте. Дома, на руках. Главное, что без последствий. Животных не должно быть. Рыбки еще можно держать. И то от раненых корм посыпать. И смотрите, как они дохнут. А коней как невзоров можно держать? Ну, у меня было две лошади. Но тяжело сдержать. Я конюшню построил им. Это вот у меня Петрово Дальнее. Кстати, дети из наших. Мне дают служебную дачу. Я делаю забор. Деревянный какой-то там сарайчик. Конюшню. А я, значит, делаю спортивный павильон. Хоп, меня на другое место переводят. А где мое имущество? Кто мне заплатит? Вот я буду что-либо еще делать? Я же отбиваю это ходу, что-либо делаю. То есть лошади были. Но что с ней делать? Я, конечно, отдал их туда. Конезавод московский. И там бесплатно же. Там они как-то их использовали. Ослика мне подарили. Но зачем он мне нужен? Шесть лет я его бесплатно держал на даче. Кормил. А во время выборов мне кричат, я не люблю животных. Слушайте, я его использовал для ролика, что сегодня Россия, вот этот осел, ничего делать не может. Повозку не может везти. Вот не любит этого странного. И я кнутом, как бы вот, стараюсь его сдвинуть с места. Но кнут, для слов, это естественно. Без этого они не двигаются. А москвичи не знают этого. Что никогда осел с места не двинется. Пока его по боку не ударишь кнутом. Ну, как конница. Помните, шла? Ее же шпорами, железными шпорами бьют в бока. Ой, больно. Так что, конница не будет? Поэтому, когда женщины эти вопросы обсуждают, это недопустимо. Поэтому ослика я отдал фермеру бесплатно. Пусть фермер им занимается. Поэтому ГКЧП абсолютно правильное. И ГКЧП не проиграло. Мы временно отступили. 22 года, мы смотрим, кто же у нас предатели. А, то есть вы верите в возрождение империи? Это не империя, у вас заблуждение. Империя колониальная только может быть. Когда страна захватывает другие страны только путем войны и оттуда высасывает все ресурсы. В Европе, Австро-Венгрии, из Балкан, из Славян все высасывали. Французская Африка, все высасывает Франция. Это ладно, бог с ними, я просто хочу с нашими разобраться. Я сам родился в Казахстане. Так вот, Казахстан получал от Москвы больше, чем исконная Россия. Газ к нам пришел 50 лет назад, а в России еще половина селения без газа. Асфальт, музей, все, дома высокие, все там было дано, все насчет русского народа. Вот в чем вина коммунистов и Зюганова, которые сегодня чертыхаются правильно, что бардак в стране. Но этот бардак сделали они. Ецин просто не умел ничего делать, он тоже был коммунист. Но все это заложил Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев и Зюганов. Это одна... Вы родились в Казахстане, но вы, по-моему, полвека уже в Москве, нет? Или я ошибаюсь? 50 лет, да, вот полвека. Я полвека живу в Москве. И московское правительство мне не дало ни одного метра жилой площади, никогда. Все своими руками сделал. Купил в теплом стане, потом сделал квартиру в Отрадном. То есть я делал. На майбахи мне ссылаетесь. Я никогда в жизни не покупал ни одной машины. Но я знаю, что у Зюганова майбах. Я думал, что у вас там так положено. Москвич, Волгу, все мне давали за мою хорошую работу. А Зюганов, конечно, это вот спекулирует. Он все еще за Сталина. Сталин преступник. Иверпарламентская партия не гнушается заявить всему миру, что он за Сталина, за государственного преступника. За Ленина, за всемирного террориста. Вот проблема. То есть Сталин у вас тоже государственный преступник? Конечно. Судить посмертно. Московским трибуналом. И он ждал этого в июне 41-го. Он думал, его приехали арестовать на даче. Те эти Микояна, Молотов и так далее. Ну, а те сами были прихлебатели, испугались. Нужно было его арестовать на даче и расстрелять его. У нас минута осталась. Да здравствует ГКЧП. Да здравствует русский народ. Да будь проклята московская гнилая интеллигенция, которая предала нашу страну. Сегодня она не понимает, что делать. Сегодня она гуляет по Парижу, по Лондону. А живет как паразит за счет всего трудового народа нашей страны. Ни чета не делает. Сидит с кошечками, с собачками. И пожирает все лучшие продукты, которые везут со всего мира. Еще мы курием. А вся страна... И курите, колитесь, пьете шампанского. Я все понял. Устраивайте подиум, стриптиз. Я все понял, мы с Шелли будем делать выводы. Что вы пропаде пропадом. Я сейчас приду, чтобы никого кошки не было. Огромное вам спасибо. До свидания, дорогие москвичи. Голосуйте за ЛДП. За Дегтярева. Кандидата в мэры Москвы. Вы нас развлекли. Трудно понять, когда вы серьезно говорите. Я всегда серьезно говорю. Просто вам уровень сознания не хватает.